Работать только на Европу – это прямой путь к банкротству, так считают на предприятии Молдав Изолит. Молдова дала заводу разрешение на экспорт в страны Евросоюза, но эта мера не спасет ни завод, ни трудовой коллектив. Подробности у Александра Гашицкой. Может показаться, что завод наконец-то снова заработал, но на самом деле здесь запустили только один из трех производственных цехов. На работу вышла малая часть коллектива. Всего на Молдав Изолите работает 600 человек, и большая часть по-прежнему находится в простое, то есть сидят дома без работы. Чтобы выполнить все европейские заказы Молдав Изолиту, нужно работать на треть мощностей – всего 5-7 дней в месяц. А это значит, что решение Кишинева открыть для Молдав Изолита Европу практически ничего в положении завода не меняет. На сегодняшний момент мы получили разрешение от Республики Молдова всего только 2 – это Украина и Европейский Союз, но это всего лишь как бы составляет 30% от нашего общего объема от грусти. В этих цистернах химическое сырье, и это веская причина все же запускать производство, хотя бы частично. Срок годности сырья истекает, а утилизировать его в Приднестровье негде. Сырье Молдав Изолит переработает, но это только одна проблема, другие никуда не делись. В простое работники Молдав Изолита, а в простое по-прежнему большинство, получают лишь 2-3 от окладов без учета премий и надбавок. А это всего 1,5-2,5 тысячи рублей. Как вообще находиться два месяца без зарплаты, учитывая, что сейчас Новый год, наверняка семья, подарки, какого-то праздника хочется? За подарки даже не думали, честно. Ты думаешь, как за квартиру заплатить, как прожить, просуществовать, потому что дети кормить надо. Решение о том, разрешать или нет экспорт приднестровским предприятиям в Молдове принимает межведомственная профильная комиссия. Она решила, изделия, которые годами свободно выезжали за территорию Молдовы, на самом деле имеют не гражданское, а двойное, то есть и военное назначение. Это примеры продукции, которую производит Молдавий Золит. Стеклотекстолиты и текстолиты. Они выглядят как вот такие листы. И эти листы нужны для того, чтобы изолировать электричество во всевозможных электроприборах, начиная от бытовых, например, пылесосы, утюги, и заканчивая трансформаторными будками и огромными подстанциями. Наша продукция по физико-механическим свойствам не относится к товарам стратегического или двойного назначения. Также она не входит в перечень санкционной Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Мы неоднократно предлагали компетентным органам Республики Молдова, также и комиссии, которая выдает разрешение посетить наше предприятие с целью ознакомления с производственным процессом и с характеристиками готовой продукции. Ольга – старший мастер одного из цехов Молдавизолита, она же и председатель профсоюза. Каждый день ей приходится объяснять работникам, что решение о запуске завода все еще не принято и нужно еще немного потерпеть. В очередной раз коллектив завода совместно с профсоюзом обратились еще в пять инстанций. Президенту Республики Молдова и премьер-министру Республики Молдова, также главе Евросоюза, главе миссии ОБСЕ и послу США. Мы просим помочь нам в решении вопроса разблокировки продукции завода и дать возможность людям мирно существовать и работать дома, не искать заработки в других странах. Пока в Молдове строят планы на евроинтеграцию и провозглашают приверженность европейским ценностям, правам и свободам, от действий Кишинева страдают больше тысячи преднестровцев. Уникальных специалистов, которые ждут, когда же Молдавизолит, Электромаш и Завод Потенциал наконец снова смогут полноценно работать.